Таким образом мы проявляем, учимся управлять и очень важный еще такой момент, что когда мы учимся управлять, мы боремся со своими внутренними драконами, внутренними силами. Потому что когда у нас это сильно проявляется, в целом наше «я», наше ощущение себя, ощущение своих возможностей, своих способностей, оно резко возрастает. Ну и может возникнуть некий такой неоправданный взлет самомнения. Я там все могу, да. Состояние всемогущего. Ну и состояние всемогущего, кстати, очень опасно для нас, для всех людей, потому что самые фатальные ошибки в жизни делаются в состоянии всемогущего. Вот человек раз, я тут все, у меня тут это, у меня тут это. И практически человек в этот момент разрушает то, что он получил. И примеры самые простые, это когда, например, человек выигрывает большую сумму денег в лотерее, или добивается каких-то высот в профессии, у него такой подъем, у него там ощущение, само мнение резко возрастает. И тут он начинает делать массу ошибок, ссориться с теми людьми, которые, возможно, были незаметной основой его, да, вот членами стаи. Так, например, Битлз распался, там, другие, там, ну, по музыкальным, да, известным группам, а это вот классическая история, они добьются успеха, там, где-то какое-то время существуют вместе. А потом они просто разваливаются, пытаются там в одиночку что-то делать, ну, чаще всего в одиночку-то мыли вместе, да, вот тогда это самое. Вот это вот такая опасность, и я действительно думаю, что правильно будет называть это именно драконами, потому что в нашей мифологии, в наших сказках, это именно таким мифологическим персонажем я обозначил. Помните, там есть такая сказка, когда герой идет освобождать красавицу, которая сидит в какой-то башне, да, там, не выпускает ее наружу, в заточении, а под башней на куче золота лежит, там, дракон, спит чаще всего. Знакома сказка, такой сюжет, ну, во многих народов, и в том числе и у нас, да, и вот, что первое происходит, когда герой подходит, он, в принципе, дракон просыпается, да, вот и начинается бой между драконом и этим героем. То, по сути, эта сказка говорит нам не о каком-то чудовищем, да, мифологическом, которого не существует на самом деле, но говорит о драконе, который просыпается у нас самих. Вот это вот ощущение всемогущества и самомнения, которое нас ждет на пути, на трансформации и раскрытие, да, вот своих инстинктов и культурного преобразования. Вот это самое сложное в культурном преобразовании инстинкта. То есть найти ему еще и, ну, такое приемлемое применение, да, то есть, ну, реализовывать ее в той форме, в которой в этом обществе допустимо, правильно, через деятельность, творчество, достижение. Это еще не самое сложное. Самое сложное, чтобы тебя не унесло, да, чтобы ты, в принципе, сам не превратился в этого дракона. И вот тогда, когда ты уже победишь этого дракона, да, этот процесс завершится. И тогда ты получаешь, ну, как в этой сказке, да, вот герой получает себе супругу, но она не даром, там, в башне сидит эта мудрость, да, красота и мудрость чаще, там, или Василиса прекрасная, или Василиса премудрая, и соединяет со всем этим, он уже потом живет долго и счастливо. Вот такой путь нам, в принципе, дает возможность обрести вот этот магнит благополучия и удачи, и использовать наши энергии, природные энергии, естественные энергии для нам во благо, потому что чаще всего, к сожалению, либо фрагментарно, но в каких-то из инстинктов, либо, в принципе, полностью они нам не помогают, а наоборот угнетают и мешают нам жить. И вот системно-функциональный дизайн как раз предназначен, в том числе и, кроме всех других направлений, психотерапии для того, чтобы решить эту проблему, позволить себе быть счастливым, да, стать счастливым, найти тот путь, который выведет нас из того лабиринта, мы в него попали в процессе, ну, не очень удачного воспитания, да, очень правильного понимания себя и всех тех ограничений культурных, которые есть, и, в принципе, реализоваться, стать личностью, стать индивидуальностью, да, то есть человеком, который будут уважать, ну, и которого он будет приносить пользу обществу и сам быть счастливым при этом.